Каков механизм ценообразования на продовольственные товары в регионе? Ответ на вопрос пытается найти областная прокуратура. Цены в розницу выросли из-за наценок оптовиков. Но насколько законно они действуют? В феврале прокуратура проверила несколько десятков оптовых компаний. Есть организации, которые не смогли объяснить повышение своей оптовой надбавки. Например, возьмем Пашихонский рыбозавод. На рыбу мороженую, неразделанную. Надбавка у нас получилась 200%. Также кировский прокурор установил, что в двух организациях, которые поставляют масло в детские дошкольные учреждения масло подсолнечное, торговая наценка в 2014 году от 40 до 47%. Материалы прокуратура направила в управление ФАС. Там должны проверить реализаторов масла на наличие сговора. Антимонопольщики уже ведут проверку по факту сговора в Рыбинском районе. Там два производителя одновременно повысили стоимость молока на 10%. Есть и другие нарушения. В настоящее время нами по итогам мониторинга проводятся непосредственные проверки в отношении производителей куриного яйца на территории Ярославской области, в отношении поставщиков производителей сельхозпродукции. Я думаю, в ближайшее время мы по этим проверкам примем уже решение. К ярославским товаропроизводителям нагрянет и областная прокуратура. Проверка стартует уже на следующей неделе. Екатерина Бубнова, Денис Лосев. День в событиях.